Петр, приветствую вас. Приветствую. Недавно генсек ООН Антонио Гутерриш направил приглашение Александру Лукашенко, где он предложил ему принять участие в так называемом саммите ООН по целям устойчивого развития. В своем ответе на вот это приглашение Александр Лукашенко отметил, что неплохо было бы на нем обсудить вот эти санкции, которые эти самые цели устойчивого развития и подрывают, и тем самым способствуют голоду и нищете во всем мире. И наш белорусский МИД подчеркнул то же самое, что в принципе вот эта площадка, она должна стать такой площадкой по обсуждению негативного влияния санкций не только на белорусскую экономику, но и вообще в целом на мировую обстановку. И как вы считаете, удастся ли продвинуться в этих вопросах на вот этом предстоящем саммите по целям устойчивого развития? Я имею в виду в вопросах ограничения или может быть частичного снятия вот этих вот санкций? Мы не должны забывать, что санкционная агрессия, она преследует совершенно противоположные цели целям устойчивого развития. Их можно, если переиначивать, то цели устойчивой деградации. Потому что от санкций страдают прежде всего развивающиеся государства и государства, которые имеют свою точку зрения. Структура организации объединенных наций формировалась в послевоенное время, как баланс в новой ситуации международных отношений. Она его отражала. Сегодня балансы изменились. И, к слову, из так называемых европейских стран, стран западных, только Китай присутствует в постоянной комиссии Совета Безопасных, что является парадоксом и новым. Ни одной латиноамериканской страны, ни одной африканской страны нет. И это вызывает огромные вопросы. Чем хуже Индия, Пакистан, Иран, Турция, Южноафриканская республика, Бразилия, Аргентина, других участников, постоянных членов Совета Безопасных. И в этом кроется ответ, почему цели устойчивого развития сегодня не могут быть достигнуты через общую планетарную, какую-то консолидированную политику. Потому что странам коллективного Запада этого не надо. Для них ООН – это инструмент лоббирования реформ в различных странах, а не достижения цели устойчивого развития. Более того, вы можете видеть, что Беларусь под тем нормам, которые реально улучшают жизнь, население социально-экономическим, доступности, например, услуг здравоохранения, образования, индексу Джинни, который демонстрирует справедливость распределения благ и доходов в обществе. Мы находимся впереди. Однако имеются такие идеологизированные и вообще вызывающие вопрос нормы, которые иногда, которые в том числе включили в некоторые цели западные страны, по которым, в принципе, быть впереди планеты все и стыдно. Различные гендерные теории, которые ухудшают демографическую ситуацию, которые, наоборот, делают общество, государство неустойчивыми. И почему Гутерриш пригласил Александра Лукашина? Потому что у нас, если мы посмотрим реальные достижения, то это очень-очень значимо. Несмотря на то, что это тоже мы должны понимать, все эти рейтинги создают определенные институции, которым платят денежки соответствующие западные страны и правительства, которые заинтересованы манипулировать различного рода данными, в том числе и по развитию ста. От этого, к слову, зависят кредитные рейтинги суда. Несмотря на это, по тем названным мной критериям, мы находимся, например, по здравоохранению, то четвертое, то пятое место в мире по доступности услуг здравоохранения. Сегодня мы видим другой момент. Вокруг приглашения начинают спекулировать различного рода беглые западные страны, что, мол, Лукашенко не пустят в Нью-Йорк. Я напомню им, что, согласно уставу ООН, ни одного лидера мира не имеют права не допустить на мероприятия организации ЕН, представителей этого государства. У Соединенных Штатов Америки нет даже дипломатических отношений с Ираном, однако президенты Ирана постоянно посещают и Генассамблею ООН, и выступают в ООН. Поэтому их подобное размышление демонстрирует полную несостоятельность понимания и базы знания. Им надо проходить по международному праву, по уставу ООН, чтобы понимать, что такого нельзя произвести. Организация Объединенных Наций не является филиалом Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то, что мы видели при Трампе, и сейчас в том числе многие недовольны, что вот другие страны каким-то образом слишком сильно присутствуют, и что американцы платят огромную часть бюджета, и поэтому их мнение должно соотноситься их размеру доли бюджета. Но это совершенно не так выглядит, потому что большущая доля бюджета США сформирована несправедливыми методами, в том числе манипуляцией валютной американским долларом через международные финансовые структуры. Но не это здесь главное. Здесь главное другое, что несмотря на информационное и санкционное давление, ООН признает заслуги Республики Беларусь, и в отличие от каких-то там беглых, легитимность, суверенитет нашей страны у данной организации не вызывается. И здесь, конечно же, мы демонстрируем именно свое место в мире, в этой системе координат, и готовы отстаивать то, что президент сказал, чтобы международные отношения строились на принципах справедливости многополярного мира. И мы все прекрасно знаем, кому не нужна справедливость, и кому не нужен многополярный. Кто хочет сохранить 90-е? Ну, да, для американцев, может, 90-е годы, когда они по полной поживились с постсоветским и постсоциалистическим пространством, это может и рай, но, наверное, граждане Беларуси, да и, в принципе, граждане и Центральной Европы, и Восточной Европы, и постсоветского пространства, и Китая, скажут, что они в 90-е возвращаться не хотят. И, конечно же, ООН сегодня во многом является заложницей вот той неповоротливости, той структуры, которая там сформирована была в совершенно другую эпоху, во-первых. Второй момент. Вот такой охранительской политикой со стороны США, которые желают забетонировать этот однополярный мир и за ценой тут не постоять, правда, цену пока расплачивают другие страны. И потребность, с третьей стороны, реформы ООН, но не исходя из того, как американцы хотят выбросить Китай, Россию из постоянных членов Совбеза, а исходя из того, что надо расширять количество постоянных членов Совбеза и не за счет западных государств, которых всего лишь 40 государств, почему-то они должны господствовать, а за счет прежде всего развивающихся стран, которые я перед этим назвал. Я, кстати, не могу не согласиться с такой точкой зрения, которая в экспертном сообществе очень часто бытует в последнее время, о том, что США действительно приватизировали этот международный институт, коим является Организация Объединенных Наций, и вот это предложение исключать те или иные страны из Совбеза. Ну, мне кажется, что ООН, в принципе, со временем, ну, может быть, в какой-то отдаленной перспективе, он себя все-таки изживет как международный институт, ну, и повторит судьбу той же Лиги Наций, как мне кажется. Здесь вопрос, куда пойдет направление. Либо ООН останется просто клубом государств по интересам, и роль ООН, например, в коллективном Востоке возьмут такая организация, как Шанхайская Организация Сотрудничества, БРИКС, может, там формат, тут наш президент предложил, да, созвать саммит ЕАЭС плюс ШОС плюс БРИКС. Может, такой более расширенный формат будет действовать. Но, одним словом, мы можем увидеть определенную блоковую логику. С другой стороны, ООН может пойти, наоборот, через реформирование, через увеличение роли третьих стран. И мы видим, что увеличение роли Китая в ООН достаточно сильно, потому что все правовые акты международной направленности Китая всегда делают акцент на центральную роль ООН и на усиление вообще международных организаций и международных обязательств стран за то, чтобы господствовало коллективное, а не единоличное принятие решений. И, конечно же, мы можем, я думаю, мы это увидим, схватку за ООН. То есть те, кто хочет реального усиления международных организаций, с одной стороны, и те, кто хочет просто их использовать в узких, корыстных целях, как американцы это делают. А я напомню, некоторые программы ООН, например, такого компонента ООН, как ПРООН, они в 2020 году даже через эти организации пытались оплачивать штрафы беду в Беларусь. Хотя, казалось бы, должны были вообще быть дистанцированы от внутрибелорусских процессов и вмешательства. Но здесь о чем речь? Вот вы сказали об этой схватке за ООН, но я думаю, мы прекрасно понимаем, что американцы свое господство в этой организации так просто не отдадут Китаю, либо кому бы то ни было. Ну а мы видели это при Трампе, когда Трамп прямо заявил, что вот, посмотрите, мы тут платим деньги, а Китай внедряется во все программы, продвигает другую точку зрения, неугодную американцам, и вообще почему это они так это делают. Но я скажу, что американцы могут наступить на страшные грабли здесь, если они повторят вот эту ошибку Трампа. Почему? Потому что китайцы скажут, что вот давайте тогда китайские фонды привлечем. И здесь начнется игра бюджетов. И я не думаю, что американцы в этой игре бюджетов выиграют. Потому что Китай сделал ставку на эмансипацию незападных государств, на то, чтобы эти страны имели больший вес в мире. И вы посмотрите, вот пояс и путь, сообщество единой судьбы, их проекты, они как раз и задействованы не на Европу, не на Америку, они задействованы на развивающиеся страны. А прямо давайте говорить, Африка, Латинская Америка, именно эти страны динамично развиваются, у них нет демографических проблем, в отличие от Европы, от Соединенных Штатов Америки. И наш президент говорит, что там будущее. То есть в стратегической перспективе Китай в этом отношении выиграет. Более того, это основная логистика. 40 стран Запада, которые будут ограничены пятачком Атлантического океана, и 160 стран, которые будут иметь ту либо иную альтернативную позицию. И здесь вот только два сценария. Либо американцы научатся договариваться и принимать коллективные решения, исходя из общей суммы интересов, либо американцы окажутся в гетто. Потому что, вы же посмотрите по Украине, главный месседж американцам со стороны развивающихся стран. А почему это условная Аргентина и Южноафриканская республика должны определять свою внешнюю политику, исходя из украинского конфликта? Хотя в Аргентине, я думаю, что многие даже не скажут, где эта Украина находится. Где Аргентина, где Украина. И это понятно. Потом вспомним министра иностранных дел Индии, который вообще прекрасную реплику в отношении Запада сказал. Что когда на Западе проблемы, то их проблемы должен решать весь мир. А когда проблемы во всем мире, то Запад их решать не хочет. И это не пустые слова. Некоторые эксперты из Африки говорят, а где был Запад, когда самая крупная после Второй мировой войны, Трек-Анголеская война, в начале 21-го года происходила в Африке. Где погибло только по официальным данным ООН около 6 миллионов мирных граждан. Запад же не говорил, вводите санкции, присоединяйтесь к одному блоку. Нет, он поставлял вооружение сразу нескольким блоком. Ну потому что стратегических интересов в Африке у них не так много, как в Европе, где находится Украина. Нет. Здесь типичный классический расизм. То есть защита прав человека, вот эти даже лозунги, казалось бы, они используют только на определенном питочке мира. В Африке никто эти права человека защищать не хочет. И не будет. Это типичный расизм, который мы сегодня видим. Про осад и джунгли господина Боррель. То есть белая кость, голубая кровь и пробковый шлем никуда не исчезнут. Конфликты вне их айкумены они рассматривают как второсортные, третьесортные. Более того, они сами участвуют напрямую в этих конфликтах. Вспомним Афганистан, Ирак, Ливию. Вне зависимости от позиций без ООН. Да можно вспомнить эту историю с украинским зерном, которое должно было отправиться голодающим в Африке, а в итоге им кормили скот где-нибудь в Италии, например. А какая европейская страна или американцы будут продавать какой-то Африке зерно? Сегодня в Африке господствуют другие страны, с которыми сотрудничают африканские страны. Это Китай, это Россия, это Турция, к слову. То есть, ну, зачем им усиливать развитие этих государств? Наоборот, западные страны заинтересованы к ухудшению положения там, к торможению, к распространению конфликта. Мы помним вот про сомалийских пиратов. Ведь с ними боролись не американцы и англичане, да? А в конце концов базу недалеко организовали китайцы для того, чтобы не допускать вот этих пиратских действий из Сомалии, прежде всего в отношении пояса и пути, морской части пояса и пути. И ситуация в том, что, когда имеются реальные проблемы, пираты те же самые, наркоторговля, то почему-то американцы не борются там с этой напастью. Наоборот, вспомним Колумбию, вспомним Эквадор, все любят эквадорские бананы, но не все знают, что сколько граждан Эквадора умерло и стало жертвами от того, что американцы на плантациях бананов используют такие химикаты, от которых на поколение вперед заражается земля и происходят генетические в том числе мутации людей. Колумбия наркокартели принадлежат. Пусть расскажет ЦРУ, откуда корни растут. Эскобару они там работать не мешали абсолютно. Нет, и права человека это не нарушало. Наоборот, наверное, с той точки зрения расширяло возможности права человека. Но вот весь цинизм. Красивая оболочка, а за ней прячутся реальные саблезубые лизы. Не зря философ Ханна Арент еще после Второй мировой войны написала книгу «Истоки тоталитаризма». И как ни парадоксально, у нее книга разделена на две части. Первая это ксенофобия и расизм, а вторая часть книги это права человека. Когда она в 50-е годы прогнозировала использование данной концепции для интервенций, для экспансий, для уничтожения государств и народа. И мы видим, что в принципе американцы все это и не только американцы. Подчиненные им евросоюзовцы это все производят очень цинично, надменно. Им все равно на судьбы людей. Им главное достигнуть своих узких экономических целей. И здесь я даже думаю, знаете, мы когда говорим про американцев, мы должны здесь говорить скорее про транснациональный капитал, который захватил Америку, поразил Америку, подчинил ее. Какой Байден суверен? Он никакой не суверен и он ничего там не решает. Ему что напишут, то он скажет, то еще с ошибками. А вот товарищи из Уолл-Стрит, они просто используют государство США для достижения своих узких корпоративных интересов. Им надо где-то заработать деньги. Кто-то им мешает, они придут, разбомбят страну, скажут, что они боролись за проваченными. Ну точно так же и Трамп точно такая же марионетка. Я не понимаю, почему на него возлагали такие надежды во время последних выборов в США и возлагают сейчас, но по сути-то и он точно так же ничего там не решает. Кто бы что ни говорил. Просто Трамп представлял совершенно другую группу экономическую. Это промышленники, часть Сергей его, которые видят Соединенные Штаты Америки и их развитие немножко в другой парадигме. То есть им надо демографический взрыв, а не припос иммигрантов, потому что иммигранты не решают вопросы с рабочими руками для промышленников. Промышленные рабочие руки это высококвалифицированные руки и никакой иммигрант из страны, где нету системы образования их не заместит. А уборщики сегодня все это автоматизируется и низкоквалифицированный труд он постепенно вытесняется. И понятно, что в этой ситуации нужна вот этой части так называемых палеоконсерваторов американских другая парадигма, другая концепция. Они пытаются вернуться в 50-е годы, в годы Бэби-Бума, такой белой протестантской Америки. Но смогут ли они это сделать? У меня большие сомнения. Хотя в обществе американском нарастает недовольство вот этим социальным экспериментом, который производит Демпартия США. Социализация соответствующих союзов, ликвидации традиционной семьи, ее нивелирования, создания фактически такого очень жестко атомизированного общества. Цель которого полный пересмотр вот этой антропологической модели. То есть почему их поддерживают этих транснационалов еще айтишки? Потому что они фактически думают срастить биологию и высокие технологии и установить контроль. Шваб и Харари это не какие-то маргиналы, это руководители Довольского форума. Их программа это тоталитарный концлагерь. А для его установления надо уничтожать по их мнению традиционные институты семьи, социальных отношений и делать общество максимально атомизированным, чтобы человек от человека был отделен. И вот это парадигма, вот это спор программный, который имеется в США, он же сегодня захлестывает все другие страны. Потому что американцы, американские кланы начинают лоббировать свои интересы и в других сегментах мира, продвигая их. И мы сегодня заложники вот этой культурной войны. Культурная она так сверху, а внутри это типичное социально-экономическое противостояние двух видений мира из США, приподчеркну, потому что есть видение мира из Китая, есть видение мира и в мусульманских странах, и в других странах. То есть по большому счету сегодня разыгрывается такое соревнование концепции о будущем мироустройстве. И американские сценарии, американское противостояние это один из небольших вот таких факторов. За ними стоят другие сценарии, другие парадигмы, другие предложения. Та же модель сообщества единой судьбы Китайской Народной Республики, которые как раз предусматривают усиление международных органов, как арбитров и игроков по преодолению конфликтов. Это и концепция БРИКС, и концепция Российской Федерации. Давайте прямо говорить, Республика Беларусь, несмотря на свой размер, вот концепция социально справедливого мироустройства, многополярного мироустройства, это тоже определенное видение формирования систем международных отношений. И это все имеет место быть. Ну, почему Беларусь для существующего миропорядка и представляет такую угрозу, как и Россия, как и Китай? Почему они спонсируют перевороты в этих странах? Мы представляем для них угрозу, потому что мы у них бельмо на глазу. Мы находимся в западной части Евразии, которую принято называть Европой. То есть мы демонстрируем всем западным странам, что в принципе можно быть частью Европы, но быть не такими, как к примеру Германия, Бельгия, Голландия и другие страны. Можно не легализовать различного рода извращения или наркотики, можно не заниматься колонизаторством, можно сотрудничать с другими странами в мире, а не только сидеть в своем западном коконе. И это вызывает сомнения большие среди некоторой части даже я знаю депутатов Европарламента, которые инкогнито приезжали в Минск посмотреть на вот эту раскрученную диктатуру, последнюю диктатуру Европы. И они удивлялись, насколько они здесь свободно себя чувствовали. Вот в чем особенность и характерные черты. И конечно же здесь для нас правильно пресс-секретарь президента сказала, диктатура это наш бренд. Из нее сделали вот такую какую-то красную тряпку, как будто там диктатура это всех убивает на улицах и неизвестно чем занимается. Нет. Люди, которые вот так используют пропагандистских целях вот это слово, они римское право пусть бы для начала изучили. Потому что диктатура это форма демократического правления в чрезвычайной ситуации. А нас поставили с 90-х годов в чрезвычайную геополитическую ситуацию. Не мы наращиваем в три раза войска, не мы пытаемся куда-то там войти в Европейский Союз. Я напомню, сколько программ Европейский Союз внедрял в Беларуси для того, чтобы пропагандировать евроинтеграцию, европейские так называемые ценности, сколько создавал НКО, псевдоаналитических и экспертоподобных структур, которые должны были доказывать нашему населению, что Запад это хорошо, а все остальное плохо. Ну и согласитесь, в какой-то степени у них, к сожалению, это получилось. А почему? Потому что страна маленькая, а 550 миллионов ЕС населения плюс бюджеты, вы же посмотрите, через европейские, только через восточное партнерство там по несколько миллионов евро в год выделяли. Американцы выделяли 20 миллионов евро в год как минимум, если не больше. И понятно, что такие объемы сумм, которые идут от средств массы информации, блогов, телеграм-каналов и прочего, до вот этих сингтенков, аналитических центров, центров по борьбе за права человека, это все сегменты общества. От арт-культуры, да, выставку привести, через культуру просунуть политические смыслы. До научных исследований, да, когда говорят, а вы вот это исследуйте, мы вам дадим грант, и под таким углом. А что такое исследование? Это квалификационный документ, который потом можно занести депутату и сказать, вот на его основе надо сделать изменения в закон. А они же некоторые изменения так и просовывали, лоббировали, то есть у них работала вся машина скрытого и явного лоббирования и переформатирования в Беларуси. Они были на это настроены. Поэтому, конечно, в этой ситуации только диктатура может вот эту наглую навязчивость и озабоченность, вообще, понимаете, озабоченность их, да, на ней каким-то образом купировать. Потому что они нам говорят про суверенитет и независимость, там недавно Боррель отбеспокоился. Так вот, Боррель должен понять, что нашей задачей сегодня прежде всего является суверенитет и независимость от их вмешательства и их угроз, которые они пытаются немытьем-то катанием провернуть здесь. И наш суверенитет и независимость реализуется через союзное государство, Евразийский союз, будет реализовываться через шанхайскую организацию сотрудничества. Там, где нам не будут кто-то там навязывать ценности и говорить, если вы не внедрите эти реформы, мы вас не будем пускать на рынки. вы запретите смертную казнь и нас не волнует, что 80% белорусов за нее. Это не место для дискуссии. Это говорила представительница Европейского Союза, по-моему, викторин в Белоруссии еще где-то в 18-17 годах. Конечно, это не может не вызывать возмущения, потому что вот их все права человека. Белорусы вы здесь не решаете, здесь решили в Брюсселе. Я напомню, что до СВО белорусский путь развития в той либо иной степени поддерживало более 60% украинцев. И президент Белоруссии был одним из самых популярных лидеров. Почему? Ответ очень прост. Переезжаешь на дизеле из Ковеля в Брест и понимаешь всю разницу жизни. Хотя базовые потенциалы Белоруссии и Украины не сравнили. У Украины был и выход к морю, и высокотехнологичная индустрия, и полезные ископаемые, и климат мягкий, и плодородные почвы. Как-то Саакашвили сказал, что при Советском Союзе Украину называли Советской Францией, А сейчас Украина превратилась в восточноевропейский Габон. Вот та реалия, в которой находится восточная Европа. Понятно, что Боррелю хочется видеть Беларусь прибалтийским государством, Украиной 2.0, Молдовой может быть. То есть буферной зоной и сырьевым и демографическим придатком в их борьбе с Россией и Китаем. Нам надо с этим быть согласными. Понятно, что нет. Их ценности противоположны нашим ценностям. Их ценности тоталитарно навязаны без каких-то референдумов через Лиссабонское соглашение в как обязательное статья 2 Лиссабонского соглашения так и Конституции Европейского Союза принуждает все члены ЕС выполнять данные ценности. В том числе по ЛГБТ и прочим прочим вещам. И те страны, которые начинают противостоять этому, получают санкции. Пример тому Венгрия. Поэтому вот этот Четвертый Рейх, который является по большому счету Европейский Союз с присущим ему снобизмом, высокомерием, чванством и не только по отношению к Беларуси, к собственным народам, населению. То есть ты не буржуйчик, ты не из аристократической семьи, ты там не банкир, значит ты вот второсортный, третисортный, вот на тебе фермен подачку в виде субсидий и своди концы с концами. А будешь плохо себя вести, изымем отберем или обанкротим. Ну и раз уж вы упомянули Прибалтику, которой в Евросоюзе хотят видеть и Беларусь, то недавно глава МИД Литвы сделал заявление о том, что Вильнюс должен разговаривать с Китаем с позицией силы. Ну, я честно искренне засмеялся, когда прочитал это впервые и до сих пор не понимаю с позиции какой силы они будут разговаривать, о какой литовской силе идет речь, вот что непонятно. Ну, пусть литовцы открывают военную базу на Тайване и ведут разговор с Китаем с позицией сил. Мы на этот счет только посмеемся, потому что пока Вильнюс даже не может у себя нормальной армии иметь, если мы посмотрим, что у него за армия, так у него там не своя армия, у него там бундесфера, американцы, испанцы какие-то, кто угодно, они не могут провести набор в армию срочников. 5% по-моему приходят на соответствующие военкоматы. Вильнюс уже угробил свою железную дорогу, закрыв и для Китая, и для нас пути сообщения. Он угробил Клайпиду, закрыв наш собственный терминал, а еще плюс, давайте вспомним, и Китай, и других стран. И тут момент следующий, что я помню, по-моему, это был 19-й год, вот Клайпидские, в Клайпиде проходила достаточно любопытная конференция, которую организовывали клайпидские бизнесмены. И они плевались на тот момент, еще был у них президент Грибаускай, и думали, боже мой, так давайте мы проплатим этому на уседе денег, чтобы он нормализовал отношения, чтобы и из Узбекистана, из Казахстана, из России, из Белоруссии, из Китая, через Клайпиду проходил транзит, чтобы Клайпида зажила. И представляете, вот на уседа их кинул по большому счету, развел на деньги, называют, пообещал, что да, мы нормализуем отношения, мы все сделаем и прочее, а оказалось, что он не нормализовал отношения, а их попросту ликвидировал. разгромил Клайпидских бизнесменов, разгромил литовскую железную дорогу, которая там в убытках, не знаю в чем, уничтожает литовскую экономику. Во имя чего, да, кем он там был? Он был из Шведбанка, а Шведбанк это же не шведский банк, название, он принадлежит пенсионному фонду США, чьи он интересы представляет, понятно, более того, у него странная линия выросла с поляками, такое ощущение, что Вильнюс сегодня это филиал Польши. Когда те же поляки приняли решение о переименовании Калининграда в Крулевец, или как они его там обозвали, Вильнюс вслед за Варшавой принял точно такое же решение и тоже переименовал Калининград, непонятно зачем? Это понятно почему, потому что литовцы и поляки на сегодняшний день, может, не так публично официально, но в историческом и идеологическом ракурсах сегодня ставят под сомнение принадлежность Калининграда к Российской Федерации. Польские отставные генералы не единожды это говорили. В Литве тоже имеется такая тенденция, более того, то, что они сейчас официально переименовали, к этому они шли очень долго, еще лет пять-десять тому назад Крулевец, как они там называли, он фигурировал в публичном пространстве, и многие политики литовские в том числе использовали именно такое наименование. С другой стороны, мы должны понять, что современные литовские топоневы, они в русском языке и в белорусском языке появились в принципе 80 лет тому назад. До 40-го года никто не знал, что есть Вильнюс. Все называли это Вильня, 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 Ковна, Друскенники, Солечники, Свинтяны. Это те названия, вот если мы поедем в пограничных территориях, там до сих пор местное население в Литве называют именно так. И вот мне лично создается впечатление, что пора бы нам восстановить, вернуть тетапонимы. Второй момент в отношении поляков. У нас в Беларуси Гродно, Брест, даже Минск, это полонизмы. Новогруды, просто их не убрали, вот они остались с 39-го года, их никто не убрал. А может нам надо восстановить то, что было? Городно, Берестие, Новоградок, Минск может, кстати, до 40-го года был Минском, как-то его там вообще непонятно, как переименовали. В Польше есть такой замечательный город, как Бельска, Бяло, который был Сталингрудом, может им так назвать, понимаете? Конечно, это выглядит по многому смешно, но не мы эту идеологическую войну начали, они начали, причем они начали раньше, даже не в этом году, и начали, знаете, с чего? С уничтожения белорусских топонимов в подляском воеводстве. Не Гайновка, а Хайнувка, не городок, а Грудек. И пора бы нам просто взять и восстановить вот на наших территориях, где проживают компактно белорусы, те названия, которые там всегда и были. потому что по-другому они ничего не понимают. Тут у них логика такая, идеологический провокацион, и они понимают только подобную логику. Может улицу, я не знаю, на котором находится польское посольство или консульство в Гродно, хотя улица, где находится польское консульство в Гродно и так улица Буденного. Думаю, что им удовольствия это мало приносит. Ну, надо подумать. И здесь мы должны тут даже быть более мудрыми. Мы должны работать с адекватными поляками. У нас есть в Беларуси польская община, 3% населения, которая должна быть направлена на то, чтобы изменять политику Польши в отношении Беларуси в лучшую сторону. А это можно сделать только через создание лобби. Вот пусть, мне кажется, это и надо делать, потому что у нас кроме негативных страниц истории, есть и позитивные страницы. Это Польская Народная Республика. Читаем Максима Танкова воспоминания. У него было очень много друзей поляков, адекватных. И эти адекватные поляки в принципе есть. И выборы в Польше конечно у них носят манипулятивный характер. Мы не должны ожидать, что там внезапно какие-то трезвые силы победят. Но то, что там победит оппозиция, по многим показателям, пока, если ничего не изменится, к этому все идет. И хоть это оппозиция переточная, проберлинская, а не проамериканская, это будет показатель того, что режим Дуды Моровецкого себя изжил морально. Ведь у них в отношении нас политика строится из-за их семейного комплекса. Потому что все они Моровецкие, Дуды, они все кресовяне. И вообще в Польше очень четко видно разницу, кто как относится к Беларуси, к России в отношении того, где их предки были. Вот Качинские, у них там они там с-под Баранович, там прабабка Качинского, вообще с-под Одессы, наверное, вот так хочет Одессу, да? Дуда западной Украины, Квасневский с территории Глыбоч, Родом. Смотришь, да, а с другой стороны Туск, дед которого воевал в Вермахте, Кашу, на территории Третьего Райка. Ну вот он за немцем выступает. Тут даже по таким показателям иногда смотришь, изучаешь, и диву даешься, насколько ну узколобость присутствует такая, из поколения в поколение. Хотя кому-кому полякам пора отказываться от вот таких каких-то исторических комплексов. Им Сталин подарил такие обширные территории и земли, такой выход к морю, за который они должны молиться. И многие эксперты в Польше те же самые подчеркивают, что надо бы не на кресло делать ставку, а на моноэтническое польское государство, которое сформировалось в советский период. И они это обосновывают, что поляки не умеют жить в полиэтническом обществе. Пример тому межвоенная Польша или Речь Посполитая. И для выживания поляков им надо придерживаться политики. Ноль проблем с соседями. Прекрасный геополитик польский, которого сейчас гнобят Лешик Сыкульский выдвигает эту концепцию. Они его русским агентом. Видно, что сто процентов проблем с соседями что сегодня производят поляки. Это, наверное, патриотическая позиция. А я напомню, у них проблемы не только с Белоруссией, не только с Россией. У них проблема имеется уже и с киевским режимом, посмотрите, зерновая сделка, и с Германией, с Чехией у них имеются проблемы. Даже со Словакией они умудрились какие-то проблемы по исторической памяти. организовать, потому что сейчас пытаются героизовать тех бандитов, которые убивали Словакское население. Что это за политика? Либо компрадорская, которая отражает интересы американцев и британцев, либо идиотская политика. компрадорская. Но я считаю, что все-таки компрадорская. Почему? Потому что кто платит налоги, тот и заказывает музыку. Они все свои компании продали. Крупнейшая компания по добыче цветных металлов была раньше в Селезии, КГХН. Британцам принадлежит. Хоть четвертая ВИН. потом нефтехимия компания Орлен. Принадлежит американо-британскому олигарху Лену Блаватнику через определенные структуры и офшоры. И так смотришь, вот и получается, что собственной экономики собственного бизнеса нет. И Моровецкий пришел из соответствующего формально испанского банка, а реально принадлежащего королевской семьи шотландского банка. И это их реалии, реалии их политики, которые сегодня таким образом реализуются. То есть Польша сегодня, польский народ, он заложник полной отсутствия суверенитета и независимости. Он троянский, их государство Польша как троянский конь против немцев и против России, против нас используется в регионе для накачки, негативной ситуации. Вопрос, почему польские элиты хотят видеть свое государство не развивающимся мостом между Востоком и Западом, а таким троянским конем, который, кстати, первые будут бить, если что. Я напомню, первые разделы Речи Посполитой и потом Польша 1939 года, ведь они повторяют те же самые граммы, которые их очень сильно устраивают, видно. И для нас, для Беларуси, здесь, конечно, важно создавать и делать ставку, и работать с теми силами, которые адекватно мыслят в Польше. И это силы как справа, так слева, там есть и католики, традиционалисты, которых не устраивает ни европейский союз, ни американизация Польши, к слову, сейчас готовится в Польше большой проект стоп американизации Польши, это не маргинальный проект, это делает фракция парламента. Второй момент, есть силы слева, то есть те социалистические рабочие силы, которые недовольны той шоковой терапией, которую провели, уничтожили промышленность и прочее. То есть главная проблема Польши, это ее элиты, подчиненные Западу, которые подчинили все информационное пространство Западу и западным спецслужбам. Мы видели, я вам расскажу свой опыт, как вы с некоторыми депутатами польского сейма пытались ликвидировать известный экстремистский телеканал. Да? Так что я могу сказать? Уже дошли, что да, надо с польского бюджета, зачем он будет платить этот канал? Пришли британцы, сказали, не вы будете платить, так будем платить мы. И как это появился значок вот этот, что оказывается тут решают в Польше не поляки, а британцы в отношении этого экстремистского телеканала, да? Под вивеской государственного польского канала, чтобы у нас в Беларуси какой-то белорусский государственный канал финансировался извне, но я такого никогда не видел и не слышал. А тут вот такая реальность. Я тогда понял всю особенность польского суверенитета и независимости, вернее их отсутствие. То есть польское государство это инструмент, но не суверен. И польский народ заложен. И здесь, конечно, рано или поздно это закончится. Потому что прошлый год показал падение экономики от этой политики минус 2,5% ВВП. Инфляцию по 20%. И это страна, против которой не вводили никакие саны. Которая вводила саны. Которая потерпела от собственных санкций. Что ж, спасибо вам большое за эту беседу, за ваше интересное и развёрнутое рассуждение. Спасибо вам. санкций. Санкт-Петербург. 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 Это 怎麼 ними